Всем привет, друзья! В ролике вы узнаете, как настроить красивый вид рабочего стола, а также я покажу фишки, которые можно применить к рабочему столу. Плюс ко всему, в ходе видео вы сможете настроить рабочий стол под себя, чтобы вам удобно было с ним работать. Сейчас у меня в руках смартфон Xiaomi, у которого совершенно стандартный рабочий стол. А вот такой рабочий стол мы настроим в ходе этого видео. Начнем настройку. Первым делом предлагаю настроить отдельное меню для всех приложений, которое будет вызываться жестом снизу вверх. Сейчас этим жестом вызывается Google Поиск. Зайдем в настройки, рабочий стол, выбираем рабочий стол с меню приложений. Теперь свайпом снизу вверх мы сможем вызывать меню приложений. Здесь отображаются все ваши приложения, которые установлены на смартфон. Лично я считаю данный пункт настроек важным и удобным. Дальше в ролике вы поймете, почему этот пункт важен и с ним удобно работать. Если коснуться пальцем края рабочего стола и начать двигать ползунок вниз или вверх, вы увидите буквы, с помощью которых вы легко сможете найти нужные для вас приложения. Двигаемся дальше и переключаемся на второй рабочий стол. Так как мы вынесли все приложения вот в это отдельное меню, для удобства можно очистить этот рабочий стол и удалить отсюда ярлыки приложений. Не волнуйтесь, все ярлыки, которые мы удалили, остались здесь, в отдельном меню приложений. Также в этом меню для вашего удобства есть подпункты «Общение», «Развлечение», «Фото» и так далее. Чтобы настроить эти пункты под себя, тапаем вот здесь. «Категории приложений». Здесь мы видим все данные разделы из предыдущего меню. Заходим, например, в «Общение». Как мы видим, галочками помечены те приложения, которые находятся в данном пункте. Нажав на галочку, мы уберем отсюда приложение. Также легко мы можем добавить любое приложение обратно. Нажав на этот крестик, вы сможете удалить данный раздел. А с помощью данного плюсика можно создать новый раздел. Пишем здесь название нашей группы. Теперь добавляем те приложения, которые вы хотите там видеть. Тапаем эту галочку. Как вы можете видеть, данная категория появилась здесь. Таким образом, вы можете настроить данные группы под себя. Это очень удобно. Также в этом меню настроек можно настроить фон. Светлый, темный или системный. Мне нравится темный. Еще я добавлю немного прозрачности. Около 30%. «Применить». Теперь меню приложений будет выглядеть так. Рабочий стол немного преобразился. Теперь для удобства настроим виджеты и дополнительные ярлыки. Для этого нужно сделать касание на рабочем столе и немного удержать. Заходим в виджеты. Здесь можно найти разные пункты. Такие как быстрый доступ, часы, погода, заметки и так далее. Настроим быстрый доступ. Ярлык от чистки считаю очень нужным. Добавляем его на рабочий стол. Также полезным будет ярлык для блокировки экрана. Лично я еще добавлю Wi-Fi и фонарик. Снова нажимаем виджеты. Считаю, что одним из полезных виджетов является музыка. Удерживаем на нем. Двигаем его на второй рабочий стол. Теперь плеер Xiaomi появился здесь. Снова удерживаем на рабочем столе. Виджеты. Конечно же вы по своему вкусу можете добавить любой виджет. Себе я еще добавлю только Яндекс Дзен. Теперь свайпом справа налево вы можете открывать виджеты. Здесь, например, вы быстро можете включить музыку. Или переключать треки. Давайте вернемся к основному рабочему столу. Здесь мы добавили нужные нам значки. Первым значком быстро очищается память. С помощью второго происходит блокировка экрана. Также быстрое включение и выключение Wi-Fi и фонарика. Лично мне на рабочем столе вот эти ярлыки не нужны. Я их удалю. Так рабочий стол выглядит более аккуратно. Тем более все эти приложения есть в нашем меню. Конечно же, если вам нужен быстрый доступ к каким-то приложениям, то вы можете переместить их сюда. Для этого заходим в меню приложений. Делаем удержание на нужном нам ярлыке. И перемещаем его на рабочий стол. Также считаю, что на рабочем столе удобно пользоваться шторкой из MIUI 12. Сейчас у меня установлена обычная шторка. Для того, чтобы включить новую шторку, заходим в настройки. Уведомления. Шторка уведомлений. Здесь также лучше включить стиль уведомлений MIUI. Дальше заходим в центр управления и строка состояния. Ставим галочку использовать новый центр управления. Теперь у нас появилась новая шторка. Свайп слева показывает уведомления, а свайп справа настройки, которые можно изменить под себя, тапнув здесь. Давайте изменим анимацию смены экранов. Удерживаем на рабочем столе. Настройки. Эффекты смены экранов. Здесь можете посмотреть все эффекты и выбрать тот, который вам больше нравится. Я оставлю 3D Cube. Тапаем готово. Теперь появилась такая анимация. Также в этом меню есть еще несколько полезных функций. Например, защитить от изменений. Поставив эту галочку, ярлыки на рабочем столе невозможно будет перетащить. Бывает такое, что ненароком в кармане ярлыки сами перетаскиваются. С помощью данной функции такого больше не случится. Теперь зайдем в настройки. Еще. Здесь также есть несколько полезных настроек. Например, если вы не хотите, чтобы на рабочем столе свайпом слева направо вызывалась лента новостей, то нужно снять эту галочку. Теперь лента новостей не будет вас беспокоить. Перейдем, пожалуй, к одной из основных частей видео. И доработаем наш рабочий стол, чтобы он выглядел стильно. Первым делом изменим размер значков. Я выставлю ближе к Excel. Зайдем в настройки. Темы. Нажимаем еще. В поиске пишем iOS 14. Находим тему под названием Vision OS 14. От нее нам нужны будут только иконки. Сейчас покажу, как их установить. Загружаем тему. Применяем. После того, как тема применилась, снова заходим в темы. Тапаем вот здесь. Темы. Выбираем классическую тему. Применить. Делаем шаг назад. Снова тапаем сюда. Выбираем значки. Сейчас у нас применилась стандартная тема. Но, как видите, значки остались от предыдущей. Нажимаем на нее. Применить. Теперь у нас стандартная тема MIUI и значки, как у айфона. Таким образом вы можете установить значки из любой темы, которая вам по вкусу. Снова идем в темы. В поиске пишем Batman Dark. Выбираем тему. Устанавливаем ее. У этой темы мне нравится экран блокировки. Я хочу его оставить. Но при этом хочу сохранить стандартную тему MIUI и значки с айфона. Чтобы все это проделать, снова заходим в темы. Тапаем человечка. Темы. Снова выбираем классическую. Шаг назад. Стиль блокировки. Batman Dark. Применить. Снова шаг назад. Значки. Vision OS 14. Применить. Теперь у нас вот такой стиль блокировки. При этом стандартная тема MIUI и значки, как у айфона. Таким образом вы можете собрать мозаику из темы, значков, обоев и стиля блокировки. Раз уж мы добавили значки от айфона, возможно вы захотите полоску снизу, как у айфона. Для этого заходим в настройки. Расширенные настройки. Безграничный экран. Здесь должна быть галочка скрыть полноэкранный индикатор. Но к сожалению не во всех версиях MIUI она есть. Например у меня ее нет. Если же у вас она есть, то можете с ней поэкспериментировать. В этом же меню вы можете включить жесты, что я и сделаю. Теперь кнопки снизу экрана пропали. И смартфон управляется жестами. Также на рабочий стол я вынесу YouTube Music. Если у вас нету YouTube Music, то его нужно скачать в Play Market. Перемещу вверх. Теперь через этот виджет можно быстро попасть в YouTube Music. И быстро находить музыку в сети. Также музыку в сети можно находить и через этот виджет. Нажимаем смотреть. Выбираем интересующий нас клип. Ставим паузу, если хотите посмотреть его позже. Делаем шаг назад. Иконка отображается здесь. Выходим на рабочий стол и перемещаем иконку сюда. Теперь здесь вы имеете быстрый доступ к этому треку. Осталось сделать два шага. Это перенести сюда нужные ярлыки и изменить шрифт на смартфоне, если вам это нужно. Нужные ярлыки я разместил. Теперь давайте изменим шрифт. Зайдем в темы. Здесь в поиске пишем слово Mobi. Шрифты нажимаем еще. Выбираем шрифт по вкусу. Рекомендую выбирать с большими буквами. Например, такой. Скачиваем. Для применения нужно перезагрузить смартфон. Ну вот, друзья, мы закончили настройку рабочего стола Xiaomi. Возможно, осталось только подобрать обои под ваш вкус. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, прошу поставить вас лайки. А также подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных видео. Ну а сейчас, как всегда, желаю вам качественных девайсов. Увидимся на YouTube. Пока!